Между тем, Саратовская область стала лидером в Приволжском федеральном округе по дешевесне салата «Селедка под шубой». Такой необычный рейтинг к Новому году составили в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики региона. Для расчета стоимости новогоднего блюда брался традиционный рецепт, в который входят сельдь, картофель, лук, морковь, свекла, яйца и майонез. В итоге специалисты выяснили, что салат обойдется саратовцам в 144 рубля 70 копеек. Такая стоимость является самой бюджетной в Приволжском федеральном округе. Самой дорогой оказалась селедка под шубой в республике Мариэл почти 172 рубля. Отметим, что в уходящем году это новогоднее блюдо подорожало на 38 рублей. В 2014 при идентичном наборе продуктов селедка под шубой обошлась саратовцам в 106 рублей 68 копеек. Наш регион вошел в пятерку субъектов Приволжского федерального округа, где рост цен на продукты питания не превысил уровень инфляции. И для того, чтобы, как известно, сухие цифры не воспринимаются как нечто понятное, мы решили немножко разнообразить эту информацию, подать ее несколько другому ключе, воспользовавшись довольно успешным рейтингом средств массовой информации по составлению стоимости товарных наборов. На этой неделе мы рассчитали соответствующий рейтинг по салату селедка под шубой. Здесь мы занимаем первое место на пьедестале среди субъектов Приволжского федерального округа. Это 144 рубля. Специалисты Министерства экономики также подсчитали и стоимость еще одного новогоднего блюда – оливье. Саратов по цене этого салата стал вторым в рейтинге среди регионов Приволжского федерального округа. На его приготовление горожанам в среднем придется потратить 189 рублей.